Валя и Катя расплакались вместе из-за бывших, а Кулич больше не считает Амину подругой. Женю Лизагуба простили фанаты, Юджин и Ави спалили отношения, а Блиновская клянчит деньги с подписчиков на налоги. Всем привет, и это канал ОК Блогер. И сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда всё будет топчик. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее. Погнали! Вчера прошла первая за долгое время масштабная сходка Миланы Некрасовой в Санкт-Петербурге. Это был рекламный проект для магазина косметики, но платить за вход ничего не нужно. Поэтому ради фотки с лайкершей туда пришло огромное количество народа. По неофициальным данным, часо перевалило за тысячу человек. Почти всем девочка успела уделить время, сделав селфи или сняла небольшой видос. Подобное мероприятие изматывает, поэтому в конце дня она выглядела примерно так. Сейчас же Милана наверняка находится в ожидании клипа на песню «Девочка Уэнздэй», которая выйдет уже завтра. «Девочка Уэнздэй, с последней парты напишу тебе песню, но не для топ-чарта». Интересно, как вообще на него отреагируют фанаты. Всё-таки на Лизагубе ещё жирное пятно негатива из-за долгого молчания и недосказанности. Но Женя понемногу пытается возвращаться в соцсети, его стали замечать в роликах друзей, а потом и на личной странице в лайке. На удивление, многие забыли уже всё то, что крутилось вокруг него последний месяц. Видимо, кому-то оказалось достаточно тех слов из ролика и отсутствия уголовных разбирательств по ситуации. Джиган Аксана Самойлова дали своим детям кучу возможностей для развития в медийном пространстве, что они сейчас очень круто делают через ютуб-канал. Не сказал бы, что результаты прям вау, но это только начало, а поиск формата дело тонкое. Пока ярко выделяется Ариэла, ролики, где в кадре только она набирает почему-то больше всего просмотров. Главное же, что у них есть большое усердие и желание. Даже в выходной день дети отправились на съёмки, которые проходили несколько часов до позднего вечера. Правда, Оксану за такой подход с переработками детей начали критиковать. Хотя она вроде их никак не заставляет, и это воспринимается их мозгом, игрой и развлечением. С нереальной продуктивностью начали работать Инстасамка и Манекен. Даша выпустила очередной сниппет песни под названием «В моей голове». Она выпускает треки чаще, чем «Я дышу» или «Вижу родителей». Таких комментариев там навалом. Насчёт же качества есть определённые претензии. Конвейер, возможно, принесёт ей больше денег на короткой дистанции, но поклонникам быстро надоедает подача и стиль. Хотя некоторым, наоборот, нравится такой подход. Главное, чтобы бит качал, а смысл строчек не особо важен. В американском ТикТоке в погоне за популярностью придумали новый тренд, который снимают в основном подростки. В их культуре не принято закрывать двери на замок, поэтому в дом может зайти любой желающий. Чем и пользуются начинающие блогеры, добиваясь необычной реакции от хозяев. Кто-то сразу негативит, кто-то спокойный или даже с юмором просит покинуть его территорию под угрозой вызова полиции. Хорошо хоть, что это происходит без рукоприкладства, люди бывают разные, в том числе очень неадекватные. И если хозяин вдруг ударит ТикТокера, вину на него полностью тоже скидывать нельзя. Вторгаются всё-таки в личное пространство и ему хочется от этого защититься. Сидящая под домашним арестом с заблокированными счетами Елена Блиновская вновь вышла на связь. На этот раз гуру ресурсного состояния и марафонов начала просить у своих подписчиков копеечку на закрытие долгов и выплату налогов. А сумма там, напомню, не маленькая, больше миллиарда рублей. Чисто теоретически со своей лояльной фан-базой она может собрать хотя бы часть, но всё остальное придётся закрывать самостоятельно. Лучше уж занять денег на время у состоятельных друзей, как, например, поступила Лерчик. Её адвокат сообщила журналистам, что семья Чекальных всё погасила, также имея заблокированные счета. Суд, учитывая этот факт, должен сжалиться и снять все ограничения с небольшим штрафом. А вот Блиновской стоит посочувствовать, ведь не выплатив налоги, она или её муж рискует оказаться за решёткой. Помните, мы обсуждали очередной конфликт Амины с Акуличей Максом, который она категорически не хотела обсуждать публично? Большинство посчитали его очередной пустяковой ссорой, но там всё-таки случилось что-то весьма серьёзное. Макс пока никаких комментариев не даёт, а вот Аню замочил чатик вопросами, где её подруга и почему они не видятся. На что она достаточно жёстко ответила, что они больше не друзья и вряд ли когда-то ими будут. Две Амина, я еб***ь, мы не общаемся. Чё-то я вам сто раз говорила, мы не общаемся, всё, я думаю, мы не будем больше общаться. Наверное, когда-нибудь в компаниях мы будем видеться, но я не думаю, что мы будем дружить. Зрители после такого начали задумываться, почему от Амины всё чаще отворачиваются люди. Возможно, проблема отчасти в ней и в её характере, но всех ситуаций мы, к сожалению, не знаем, поэтому адекватные выводы сделать невозможно. Мне ещё тут в предложку начали скидывать доказательства возможных отношений Юджина и Ави. Самый интересный кадр вот этот, где они вроде как целуются из подборок фоток Жени за 2022 год. Хотя всё прикрыто телефоном, и это может быть банальная постанова для обсуждений. Также стали замечать, что они живут вместе. По крайней мере, локации на видосах, особенно туалет, очень похожие, поэтому вполне квартира может быть одна. Если их отношения окажутся правдой, это как минимум объясняет, почему Женя сбежал от Дримтима в Казахстан, так как банально скучал по любимой, но и объяснит многие другие аспекты, которые ранее вызывали вопросы. Скучала несколько недель и Аня Покров по Бабичу. Вернувшись же из Архангельска в Москву, она поняла, что больше так не может. Поэтому спонтанно рванула сначала в Армению забрать за грани, а потом прямым рейсом в Дубай, где её встретил не менее скучающий Бабич. Казахстан же и своего любимого покинула вчера Юли Гаврилина. Хоть ей хотелось бы остаться с Данией, но всё-таки есть рабочие обстоятельства, которые нарушать нельзя. В Москве шпульку тепло встретила команда. Долго дома она не задерживалась, так как вместе с Валей и Катей они отправились на второй подряд концерт Макана в Москве. У него в репертуаре куча лирических песен, одна из которых заставила вспомнить бывшие отношения сначала Катю, а потом и Валю, которая пыталась её успокоить. В образе бандитки ещё усмотрели очередные кольца на её руках, в том числе на безымянном пальце. Но там к сожалению не было того, который дарил Александр, поэтому поводов для радости пока никаких нет. Тут ещё ребята с канала Баблган решили обсудить ситуацию возможного расставания ребят с тарологом. Я конечно во всё это не верю и вам не советую, но может быть кому-то будет интересно или забавно это послушать. Алло мальчик, водочки нам принеси, мы в Сатурн летим. На вопрос про причины и инициатора у звёзд такой ответ. Отношения были зависимые, возможно с манипуляциями, скорее больше держались на страсти. Инициатива разорвать отношения скорее отвали. Измен никаких даже по картам точно не было. А вот какие-то намёки на контракт или желание выгоды таролог увидела. Также она сделала предсказание, что есть вероятность в ближайшие три месяца у них сойтись. Если кто-то конечно проявит инициативу, оба попытаются сделать выводы и не увлекутся кем-то другим. Больше я в картах ничего не вижу. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя как всегда завтра на этом же канале, увидимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok